Когда речь заходит о лучших поварах мира, на ум сразу приходят именитые зарубежные представители этой профессии. А знаете ли вы, что и в России живет мастер гастрономии, настоящая легенда кулинарного искусства? Владимир Мухин, знаменитый российский шеф-повар и ресторатор, победитель и призер международных кулинарных конкурсов, самый титулованный повар России, который также входит в топ-20 лучших поваров мира. Благодаря труду этого шефа московский ресторан White Rabbit входит в список 50 лучших ресторанов планеты. Мухина называют в числе немногих поваров, не боящихся менять устоявшиеся представления о кулинарии. Он открыто заявляет о собственной любви к традиционной русской кухне и старается показать России и всему миру, что такие рецепты тоже могут привлекать внимание, а также быть модными и востребованными. Привет, вы на канале Кулинарный ТОП, и это история о самом знаменитом и титулованном поваре России. Владимир родился в городе Ессентуках Ставропольского края. Мальчик рос в семье потомственных кулинаров и, продолжив династию, стал поваром в пятом поколении. К кухне и приготовлению пищи Мухина приучали с детства. Особое влияние на мальчика оказали бабушка и дедушка, которые учили внука техникам обработки и хранения продуктов. Уже в 12 лет Владимир вовсю помогал отцу в работе ресторана, пройдя путь от простых блюд до старинных рецептов русской купеческой кухни. После окончания школы он отправляется в столицу и поступает в Российский экономический университет имени Плеханова на факультет технологии общественного питания. Уже во время учебы молодой человек начал трудовую деятельность в престижных московских заведениях. В 17 лет Владимир Мухин попал на работу в ресторан Красная площадь Дом 1, где кухню возглавлял президент национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин. Увидев талантливого юношу, Филин не только поделился с ним знаниями, но и через несколько лет открыл совместное кафе Булочное. В этом заведении Мухин стал самым молодым шефом страны. Однако это не единственное место, в котором успел поработать перспективный повар. Молодой человек стажировался во многих ресторанах столицы, в том числе в знаменитом заведении с русской кухней кафе Пушкин. Уже в начале кулинарной карьеры Владимир начал выделять это направление и уделять традиционным рецептом родной страны повышенное внимание. Владимир Мухин стал первым российским поваром, который гастролировал по Франции. Гастроли Мухин вел совместно с французским кулинаром Кристианом Этьеном. В 2009 году оба специалиста организовали гала-ужин под названием «Русское Рождество», в который ожидаемо вошли блюда традиционной русской кухни в ресторане Кристиан Этьен, обладателя звезды Мишлен. В следующие пару лет Владимир открыл несколько заведений, а с 2012 года стал шеф-поваром московского ресторана White Rabbit, на смену ушедшему Константину Ивлеву, который больше проявил себя в роли телеведущего. В меню потомственный кулинар включает и старинные рецепты родной бабушки, и авторские идеи, часто экспериментальные. Именно стараниями Владимира Мухина Азия и Латинская Америка начинают осознавать уникальность и разнообразие российских продуктов и кулинарных традиций. К слову, Европа осознала это чуть раньше. В составе собственных блюд Владимир Мухин использует и обыгрывает ряд продуктов, которые считаются исконно русскими, но при этом оказались забыты в российской кухне. Повар путешествует по России, разыскивает традиционные рецептуры, заказывает и использует непривычные современному клиенту ингредиенты. Например, в ресторане Мухина можно попробовать меню, в составе которого есть березовый луп, лосиное молоко и другие подобные яства. Шеф умело сочетает их с заморским бататом или брюссельской капустой. Когда в 2013 году Россия попала под эмбарго на ввоз ряда товаров из стран Европы, шеф принял эту новость положительно. По словам Мухина, запрет пользоваться достижениями европейских поваров и технологов даст толчок к развитию русской кухни, а также подтолкнет российских специалистов использовать собственное сырье и традиционные продукты. Владимир стажировался в престижных заведениях общественного питания Франции, Испании, Японии, участвовал в кулинарных саммитах, конкурсах и фестивалях. В 2013 году был признан лучшим молодым поваром в России, завоевав первое место в третьем ежегодном российском конкурсе молодых шеф-поваров «Серебряный треугольник». Кроме того, на самом престижном международном кулинарном конкурсе «Эспелли Гриноу Кукинг Кап» Владимир Мухин завоевал второе место, что до него не удавалось ни одному мастеру из России. Этот успех знаменитый кулинар Масима Батура назвал значительнейшим достижением русской кухни за последние десятилетия. Во время проведения зимней Олимпиады 2014 года в Сочи именно Мухину было поручено возглавлять кухню ресторана Red Fox, который стал гастрономическим открытием олимпийского сезона. Известность молодого повара поднимала в рейтинге и возглавляемое им заведение. В 2014 году White Rabbit вошел в сотню лучших заведений мира. В 2015 году на церемонии самого престижного ресторанного рейтинга The World's 50 Best Restaurants. Успех этого заведения стал сенсацией, белый кролик поднялся на 23 место. В 2016 году ресторан Владимира Мухина поставил новый рекорд качества и популярности, поднявшись на 18-ю позицию среди 50 лучших ресторанов мира. При этом в комментарии к конкурсу жюри описала Владимира Мухина как лидера новой волны молодых русских поваров. В 2017 году белый кролик занимает 23 место мирового рейтинга и является единственным российским рестораном, который входит в The World's 50 Best Restaurants 3 года подряд. В 2018 году White Rabbit занимает 15 место среди лучших ресторанов планеты, а Владимир – 10 место среди лучших поваров мира. В этом же году Владимир Мухин появился на телевидении. Шеф вместе с рядом коллег отправился в гастрономическое путешествие, которое осветило новая кулинарная телепередача «Скатертью дорога». Задачей поваров было составить полноценный сет традиционных блюд, созданных из аутентичных ингредиентов. Для этого шеф-повар модного московского ресторана ездил по деревням и селам, чтобы найти забытые рецепты и традиции, передававшиеся жителями из поколения в поколение. Владимир сталкивался с проблемами российского сельского хозяйства. Находил фермеров, занятых в неординарном производстве, а также семьи, которые последними хранят забытые способы приготовить ставленный мед, обработать луп и создать другие традиционные продукты. Значимым событием 2018 года для Мухина стало открытие московских ресторанов Горыныч и Сахалин, где он выступил в качестве бренд-шефа и соучредителя вместе с успешным ресторатором Борисом Зарьковым. Если первое заведение сделало упор на традиционные мотивы, то Сахалин посвящен морской тематике и комбинирует в меню русскую, азиатскую и средиземноморскую кухни. В декабре того же года Владимир давал советы по новогоднему меню в гостях передачи Вечерний Ургант. Повар по-новому раскрыл знакомые ингредиенты. Больше всего зрителей удивило вегетарианское кокосовое сало. В 2019 году усилиями звездного кулинара White Rabbit поднялся на 13-ю строчку среди 50 лучших ресторанов мира. А сам Мухин занял 9-е место среди 100 лучших шеф-поваров планеты в самом престижном конкурсе среди поваров The Best Chef Awards. В 2020 году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка повлияла на мировой конкурс среди ресторанов, поэтому организаторам пришлось перенести его на 2021 год. А вот конкурс лучших шеф-поваров мира состоялся хотя и в виртуальном формате. Владимир на этот раз занял 12-е место. Со своей будущей супругой Мухин познакомился когда уже стал востребованным шеф-поваром. Это обстоятельство оказывает огромное влияние на личную жизнь. Ведь у Владимира практически нет свободного времени. Но жена популярного кулинара Софья оказалась понимающим человеком. Супруга целиком посвятила себя воспитанию детей, дочери и сына. Как говорит сам Владимир, самое сложное в семейной жизни, невозможность ничего запланировать заранее, даже выходной день или отпуск могут прерваться из-за неожиданного заказа. Тем не менее, хотя бы раз в год Мухины стараются уезжать подальше от Москвы, чтобы полностью посвятить это время друг другу. Владимир всегда считал заграничные гастроли такими же важными для его деятельности, как и работу в родной стране. Из-за пандемии коронавирусной инфекции кулинару пришлось отложить рабочие поездки за границу. Но Мухин не сидел без дела и 2020 год провел в разъездах по России. Шеф-повар называет себя послом рецептов русской традиционной кухни в мире. А главную миссию видит в популяризация этого направления как среди соотечественников, так и среди иностранцев. Этой же цели соответствует и популярный инстаграм-аккаунт повара, где Владимир регулярно выкладывает фотографии новых шедевров собственного приготовления. Также он публикует блюда, соответствующие определенным дням, религиозным традициям и традиционным праздникам в России. Например, Мухин готовил четверговую соль, соответствующую русской православной традиции. При этом шеф-повар спокойно отступает от традиций при подаче. Оформление блюд авторства Владимира сделано ярко и модно, чтобы сломать стереотип о том, что русская кухня – это скучно и обыденно. Звездный шеф не ограничивает свое творчество закусками или супами, часто выступая в роли кондитера. На странице Владимира можно увидеть такие кушания, как пончики из деревянных конфет и жареные осенние листья. Но если раньше подписи к фото были на английском языке, то сейчас кулинар публикует русскоязычные посты. Сейчас Владимир Мухин является бренд-шефом ресторанного холдинга White Rabbit Family, в который входят более 20 заведений в Москве и Сочи. Он продолжает на постоянной основе заниматься новыми проектами, разрабатывать оригинальные концепции заведений и создавать новые авторские блюда. Местные сезонные продукты, суперсовременные технологии, новые сочетания – так Владимир Мухин видит современную русскую кухню. Он поддерживает большое количество местных фермеров и ремесленников, которые специально для White Rabbit Family выращивают овощи, фрукты, ягоды, цветы и травы, разводят рыбу, собирают грибы и изготавливают особые напитки. Мухин видит свою миссию в том, чтобы сделать русскую кухню популярной во всем мире. Владимир Мухин открыл миру русскую кухню после 100 лет ее забвения. Этот гениальный шеф-повар проделал колоссальную работу в продвижении традиционного русского кулинарного искусства в России и за ее пределами является самым узнаваемым в мире русским ресторатором, одним из лучших шеф-поваров планеты и лучшим шефом России. Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию подборок на тему ТОП-10. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.